Долгожданный гайд на вора, друзья, от канала Мистер Кэт, Скорим Спешл Эдишн. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Давно, давно все мы этого ждали. Друзья, хочу порекомендовать вам мою группу ВК, там чаще всего бывает, там можно предложить какую-то новость, секрет или просто какое-то пожелание. Ссылочка внизу, подписывайтесь. Ну что, друзья, гайд на вора, на настоящего жесткого вора. Самый лучший вор кто? Да, это каджиты. И между прочим, если вы играете каджиточкой, то вас видят меньше. Да, друзья, да, если вы не знали, то ставьте лайк. Каджитов больше вес, чем у каджиточек. Между прочим, еще какие-то эльфы чуть меньше весят, чем стандартные персонажи. Да, ребят, и на это напрямую влияет вор. Вор, вор, вор. Берем знак вора. И, друзья, что нам нужно качать? Просто слушайте внимательно, потому что... Ага, смотрите, у меня тут еще уровень. Вор. Всего на вора дается 6. 6 очков. Почему-то некоторые думают, что стрельба это к вору. Нет, ребят, нет, стрельба это воин. Вор начинается с легкой брони. Раз. Скрытность вор. Взлом. Карманные кражи. Красноречие. И алхимия. Это, друзья, это параметры вора, и их нужно качать. Но не все, конечно. Самое важное, что вы должны качать для вора, это... Скрытность. Скрытность. Скрытность, потому что вора не должны видеть. Это один из самых важных. Да. Дальше, друзья, карманные кражи. Вор должен уметь воровать. Уметь, уметь, уметь. Второстепенные. Это у нас легкая броня. Красноречие тут не обязательно качать. Взлом мы к этому еще подойдем. И алхимия. Алхимия нам тоже, тоже, друзья, понадобится. И, конечно же, обязательно, обязательно вы должны прокачать одноручное оружие до 50 уровня. Не вкидывайте очки, но там, как получится, вы должны сильная рука, боевая стойка и безжалостный удар. Обязательно! Запомните, друзья! Обязательно. Теперь мы отправляемся вон туда, в те красивые края. Смотрите, нам нужно где-то вот сюда кое-что получить. Мщистая пещера, ребята! Сюда! Прошу тебя! Мне нужна помощь! Пожалуйста! Нет ли у тебя лишнего зелья? Но помните, друзья, у вас обязательно, обязательно должно быть при себе зелье. Смотрите, где-то на карте, вот как раз-таки я показывал, и выполняем этот квест. Там будет маленькая пещера, и по завершению нам Вальд даст счастливый кинжал Вальда. Уникальный кинжал! Казалось бы, урон с его лишь 6 и 25% вероятность критического удара. Ну, сколько этот удар, неизвестно. Смотрите, ребят. Крит происходит 6 умножаем на 1,5. То есть крит 25% у вас может быть прокнуть. Урон в 9. Казалось бы, ничего такого особенного. Но этот кинжал нам пригодится. И за него я вам расскажу позже. Мы должны прокачать одноручное оружие, но нормального оружия у нас как бы нет. Так что, ребят, мы отправляемся в рифтон. В крепость Мисс Вэйл. Здесь есть очень такой вот крутой секрет для начинающих. Вот сюда нам нужно пробежаться. Привет. Привет. Я всего лишь вор. Подумаешь. Моровочка. Вот. Эльфийский боевой топор с уроном 14. Для начальных уровней это нифига себе. Вы скажете мне. Черт, подожди. Ты же каджит. У тебя с руки 15. Ну, понимаете. Вы должны качать одноручно. Если вы будете бить с руки, то одноручно не будет качаться. Лучший камень-хранитель для вора какой? Верно. Знак тени. Который добавляет нам талант один раз. Один раз в сутки становится полностью невидимым. Для начинающего вора это просто имба. Теперь мы отправляемся в пещеру Сломанный Клык. Зачем? Вот, смотрите. Но будьте осторожны. Потому что здесь обитают вампиры. Да, друзья. Вы должны сразиться с этим вампиром. Но не убивайте его сразу. Расправьтесь с его скелетиками. И подождите пока он вас не заразит. И вот, друзья, смотрите. Сангвинаре вампирус. Это первая стадия вампиризма. Теперь, ребят, ждем три дня. Вот, ребят. Вот. Мы стали вампиром. На заднем фоне это мой сынок Ванюша. Да, мы стали вампиром. У вампира плюс 25% скрытости. Нифига себе какой бонус. И да, скажете, днем это одни недостатки. Но понимаете, вы же вор. Вы не должны орудовать днем. Вы должны орудовать именно ночью. Смотрите. В талантах у вас появляется... Ух ты. Заклинание Школы Иллюзии у вампиров получается на 25% сильнее. Нехило так, да? Сопротивление Болезням 100%. Сопротивление Холоду 20%. Сопротивление Ядам 100%. Сопротивление Огню, конечно же, у нас минус 20%. И шаги Ночного Охотника. Ваш. Вас на 25% труднее обнаружить, когда вы крадетесь. Теперь, ребят, используя наш талант, мы отправляемся в лесной оплот за кое-каким артефактом. Перед входом в ведьмино гнездо, вот смотрите, где эта локация и где вообще находится вход в лесной оплот. Это недалеко от Селтьюда. Здесь, смотрите, видите водопад. Теперь вы должны просто-напросто попрыгать по текстурам. Немножечко, как говорится, скалолаза. Вот сюда. Пропрыгали. Перебежали. У меня когда-то было видео, друзья. Поэтому вот стоят сапоги. Сапоги хищника! Ничего не напоминает. Мы вампиры, как раз-то сапоги хищника. Весят они 1 килограмм. И, между прочим, это одни из лучших, из лучших сапогов в игре The Elder Scrolls Skyrim. Хоть Special Edition, хоть легендарная. По скрытности. Смотрите, что они дают. Одежда. Сапоги хищника. Носитель движется бесшумно, черт подери. Запасил восстанавливается на 1% быстрее. Для нашего хищника, друзья, это просто невероятный бонус. Уж поверьте. Немного поиграли и скрытность подняли на 2 перка. И это уже 25%. Плюс мы вампиры. Еще 25%, это 50%. Плюс сапоги хищника. Теперь смело, друзья. Смело. Можете отправляться и проходить. Да. Гильдию воров обязательно, обязательно нужно пройти. Ребят, кстати, когда будете двигаться в гильдию, вы должны не пропустить артефакт. Очень крутой для Каджита. Вау, малыш. Это перчатки борца. Вот они. Единственные уникальные перчатки борца. Удары без оружия наносят на 10% урона. Иногда нужно подраться, чтобы выполнить какой-то спор или еще что-то. Одевайте эти перчатки и просто проходите это здание очень, очень быстро. Особенно Каджитом. Забираем. Практически в самом конце гильдии воров вы будете драться с Мерсером. Будьте осторожны. Он крутой боец. Готов. У него. Забираем очень, очень крутые вещи. Драгоценности. Глаза Фалмера. Я, например, не знаю, сколько играю. Я стараюсь их не продавать, а просто оставляю для коллекции. Ну, это нифига себе. Какие алмазы огроменные. И то, что самое уникальное, это скелетный ключ. Пока не относите его в Сумеречную Гробницу. Он очень пригодится на прокачке. Просто не пользуйтесь отмычками. Открывайте как хотите. Это уникальный скелетный ключ, который никогда не ломается. Можно прокачать карманные. Точнее, взлом до соточки. Потом сбросить. Еще прокачать. Еще, еще, еще. И потом, когда вам это надоест, друзья. Вы его отдаете. Ну, сейчас я его забираю. Так, друзья. Ну, что, забрали скелетный ключ. Стали главой. Главой гильдии воров. И теперь нужно взяться за алхимию. Но, конечно, рекомендую взяться за алхимию чуть ранее. Намного ранее. И смотрите, какие зелья вы должны делать. Обязательно для вора. Обязательно. У меня есть парочка зелья. Так тебя интересуют мои зелья или зелья? Ингредиенты. Смотрите, что мы должны купить. Мы должны покупать все с эффектом паралича. Это невероятный бонус. Смотрите, бесовый гриб. Покупаем. У него как раз-то эффект паралича. Болотный стручок. Виреское сердце. Оно, конечно, дорогущее. И достать его не так-то просто. Из других ингредиентов на паралич у нас есть еще, по-моему, собачий корень. Но здесь продажи ее нет. Но можно обновляться. И смотрите. Ингредиенты. Бесовый гриб плюс болотный стручок. Это паралич. Создаем и создаем. Дальше болотный стручок и вереского сердца. Паралич. Еще также на паралич у нас собачий корень. Это тоже, ребята, паралич. С вересковым сердцем. Есть еще какие-то ингредиенты, но для начала вы поняли. Вы должны как можно больше, как можно больше делать паралича. Зачем? Расскажу вам позже. Позже. Теперь, ребята, отправляемся в баркат. Нам нужно прокачать взлом. Карманные кражи. Искрытность. Для этого отправляемся еще под каменная крепость. И незаконно проникаем в музей. Двеймеров. Здесь очень много витрин. Очень много витрин, которым мы скелетным ключом без каких-то либо проблем. Открываем также, как видите, на мне платье. Минимум одежды. Для того, чтобы нас не слышали. Понимаете? Сапоги щишника. И, друзья, мы просто ходим. Качаем вскрытность. Открываем витрины. И воруем. Только не забывайте почаще, почаще сохраняться. Смотрите. Сохранились. И пробуем что-то украсть. Процентность, конечно, вот 90. Сохранились опять. Дальше. Опять сохранились. Дальше. Опять. Карманные кражи качаются. Есть. Обворовали одного. Тут, по-моему, четыре или пять стражников. А дальше еще. И таким образом, неплохо-неплохо поднимаем скилл вора. Пока мы в Маргарте, друзья, обязательно мы должны отправиться в храм Дибеллы и выполнить этот квест. Прошли квест и молимся перед алтарем Дибеллы. Избранник Дибеллы, который подает, дает нам дар. Дает нам дар на 10% больше. Наносить урон противоположного полу. Я не просто так, так же играю еще за каджиточку, потому что... Мужского пола в игре на много, намного больше, чем в женского. Таким образом, нам играть становится проще. Урон на 10% мощнее. Смотрите. Магия. Талант. Таланты. Вот. Избранник Дибеллы. Урон противоположного пола увеличен. Увеличен. Там на 10%. Будьте спокойны. Когда вы прокачаетесь до 14 уровня, вы можете отправиться обратно в Рифтон и взять квест из глубин. Избавь меня от этой ноши. Какой словарь? Воспоминания. Я не могу этого выдержать. Теперь смотрите. Перед тем, как положить словарь, мы заходим в одежду и смотрим наш класс брони. 227. Теперь оставляем словарь. Вставляем его сюда и получаем наш дар. Этот дар как бы должен работать, добавлять двеймерской брони. На самом деле он добавляет. Он добавляет Special Edition двеймерской брони. Но не только двеймерской. Он добавляет класс брони ко всей броне. Таким образом, это бесплатный бонус. Смотрите. Заходим в предметы. Одежда. Класс брони 278 уже. 278. Неплохой такой бонус. Обязательно, обязательно получите. Потому что броня, это тоже важно. А когда вы прокачаетесь до 30 уровня, друзья, вы сможете отправиться вот сюда. Недалеко от Винхельма. Это, ребята. Это часовня Баэти. О да! Выполняем этот квест. Прокачали карманные кражи до соточки. Вот смотрите, можете прокачать так, как я. Обязательно носитель яда прокачайте. И дальше, дальше, дальше. А все остальные не обязательно. Теперь используем талант камня. Подкрадываемся сзади. И теперь, теперь секрет с зельем. Зельем паралича. Мы теперь можем подбрасывать зелье. Смотрите. Зелье паралича. Дать. Он в тупор. Смотрите. Теперь нажимаем воровать, воровать, воровать. И в какой-то момент, когда зелье отойдет, открывается меню. И понимаете, обойнутого кольчуга. Вы ее снять вообще не можете. У вас 0%, ни одного шанса. Но с этим секретом вы можете снять просто все, что угодно. Без каких-то либо проблем. Без каких-то либо проблем. Вот. И нанести последний удар. Ребята. О, черт. Парень. Что с тобой? Он тренировался. Да. Да, ребят. Теперь мы получили наш артефакт. Это эбонитовая. Эбонитовая броня. Вы движетесь тише. А противник подошли слишком близко. Получает 5 нитей урона ядом в секунду. Между прочим, это уникальный талант на броне, чтобы было тише. И ее вообще не слышно. Это лучший артефакт. Во-первых, у нее много защиты. Во-вторых, можете ее улучшить. Это тяжелая броня для вора. Лучший, лучший, лучшая броня для вора. Ребят, забираем. Отличная работа, мой защитник. Ну что, ребят. Теперь, теперь. Да даже когда у вас будет 20 уровень, вы сможете отправиться в Дан Стар. Вам придет тесно. И посетить местный музей. А вот и первый посетитель. Музей мифического рассвета открыт, друг. Ну что, ребят. Получаем этот артефакт. Как это эпично. Да, ребят. Бритва Мирунуса. Уникальный кинжал. 1 дроп 2. Понимаете, шанс на то, что вы мгновенно уничтожите любого. Я лично пробовать на Корстаге и на Эбонитовом Войне это не работает. Я не знаю, может работать, напишите. Но я очень, очень много раз проверял. Нет, нет, нет. А вот на всех остальных противников без проблем. При попадании есть небольшой шанс мгновенно убить противника. Мгновенно. Кстати, есть индикатор, но он не кончается. Это странно. Это бах какой-то. Урон 17. Неплохой урон. И нифига себе, какая уникальность. Теперь, ребят, отправляемся в Винхельм. И начинаем проходить темное, темное братство. Обязательно нам нужно. У вас есть выбор. Или убить кого-то из пленников. Или убить саму Астрис. Между прочим, это второй ход квеста. Как-то она быстро. И, друзья, вы сразу получаете ее уникальные вещи. Но это еще не все. Нам обязательно нужно сейчас, кстати, клинок Горя. Нифига себе. Базовый урон у него, по-моему, стандартный. Такой же, как и у Костянова. У максимально мощного. И на улучшение вам ничего не требуется. Так что этот клинок, нифига себе. Нифига себе, какой мощный. И теперь мы отправляемся допроходить эту концовку темного братства. Теперь в темном братстве вы должны всех уничтожить. Но, друзья, самое ценное, что нам нужно, это находится вот здесь. Здесь, между прочим, ботинки теней нам нужны. И также нам нужен вот этот капюшон теней с маской. И перчатки теней. Эти невероятные артефакты. Самые лучшие для вора. Для нашего вора, который будет просто решать. Смотрите, что они дают. Одежда. Ботинки теней. Носитель движется бесшумно. Но что? Что уникально в них? Вы уже поняли, да? Да, друзья. Это вес. Это самые легкие. Самые легкие ботинки в игре. Они весят 0,5. И у вас еще, еще трудней обнаружить, друзья. Эти ботиночки. Дальше мы берем, одеваем капюшон. Скрытность повышается на 25%. Нифига себе. И, ребят. И следующий артефакт. Это перчатки теней. Скрытые атаки одноручным оружием наносят вдвое больше урон. Но, ребят. Но. Если у вас прокачан перк вскрытности, 15-кратный урон. То это все суммируется. Скрытные атаки у вас 15-кратный урон. С теми перчатками наносят 30-кратный урон. 30-кратный урон. И перк. Перк, который в одноручном оружии. Это единственный перк, который повышает урон. Силовые атаки стоя. Наносят хоть стоя, хоть сидя. Между прочим. Тут все равно. Сидя, это все работает. Они знают, написано стоя. Но они в скрытности на 25% мощнее. Это проверено. У меня есть специальное видео, где убиваю эбонитового воина на легендарной сложности на одном. Просто с одной тычки. Эту ссылку я скину сниже. И вы реально проверите. Это все работает. Но есть еще один параметр, который повышает. Повышает на 25%. Я вам расскажу его немножечко позже. Тут нынче все не так, как раньше. Ну что, ребят. Теперь отправляемся на Солдсхейм. Да, здесь очень много плюшечек. Очень много. Как раз-то для нашего вора. Один из самых ценных бонусов у нас ждут в Кургане Белого Хребта. В самом конце Кургана вас ожидает черная книга. Вы проходите эту черную книгу. Локацию до конца и здесь. Здесь бонусы, друзья. Это черная книга. Болезненный регенд. О, да. Помните секрет с этими сосудами? Здесь можно хранить вещи и таким образом перемещаться по всему Солдсхейму. Опять открываете книгу, оставляете вещи. Таким образом вы можете копить, 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 копить. Но мы не будем копить. Почему? Потому что я расскажу вам позже. Теперь здесь берем Искатель Тени. Все, все навыки, все шесть навыков у нас на 10% более эффективнее. На 10% вы понимаете, что это нифига себе. Легкая броня на 10% сильнее. Скрытость на 10% нас меньше видят. Взлом легче на 10%. Карманные кражи легче на 10% взломать. Красноречие плюс 10%. И алхимия мы создаем зелье на 10% более эффективнее. О, да. Также здесь есть Искатель Волшебства. Зачарование на 10% уникально. И Искатель Силы. Все, все боевые навыки на 10%. Ну, конечно же, мы берем Искатель Тени. Да. В Вороньей Скале есть шахта. Вы проходите данную шахту полностью. Проходите, находите там черную книгу. Проходите черную книгу. И в конце вас ожидает, эта черная книга будет называться Ветроперемен. Открываем и получаем следующий. Очень, очень крутой бонус, который суммируется с прошлым бонусом. Вы, наверное, уже поняли, да? Этот бонус называется Интуиция Любовника. Вы наносите на 10% больше урона. Помните, помните тот перк, который брал 10%? Таким образом, мы с этой черной книги теперь наносим на 20% больше урона противоположному полу. Ого, как здорово! И этот перк обязательно. Также есть Интуиция Соратника. Вы не наносите урон, можно сказать, частичный урон союзникам. Или Интуиция Ученого. Это вы, если находите какую-то книгу с перком, вы не берете ни один перк, а сразу два. Кстати, тоже можно кое-что намутить, если вы знаете, где все книги находятся, да? Ну, теперь давайте протестируем этого вора! Этого невероятного вора, как говорится, в деле. Я включу Мингра, Сложность, Легенда. И смотрите, вы также должны пройти по желанию, если хотите максимальный эффект, пройти Драгонборн, полностью победить Мирака. И таким образом у вас будет Крик. Крик это воплощение Дракона. Что он дает? Если вы знаете все три слова, то, между прочим, этот Крик дает еще дополнительный бонус 25% к сильной атаке, к сильной скрытной атаке. Таким образом, ребят, таким образом, смотрите. Привет. Тридцати кратный урон. Неплохо так, да? Тебе здрасте. Зелье. Зелье паралича. Бедняга. Что с тобой? Что с тобой случилось? Используем талант. Или зелье невидимости. Потому что нам тоже нехило так. Там, по-моему, еще кто-то. Привет, парень. Как твои дела? Зелье. Ой-ой-ой. Что с тобой? Что-то тебя немного... Потаращило. И таким образом, вы просто всех... Всех уничтожаете. Но это еще не все. Давайте на драконе опробуем. Вот, друзья. Теперь. Теперь за счастливый кинжал Вальда. Один из лучших кинжалов. Если, конечно же, вы прокачаете кузнечку до соточки. И, как говорится, улучшите его по максимуму. Понимаете? У него есть крит. У него есть крит 25% критического удара. По улучшению. По улучшению, по максимальному бафу. У меня есть отдельное видео. Ссылка будет внизу. Так что, для тех, кто... Как? Как до 50... Это, между прочим, вообще понт. Я зачаровывал намного сильнее. Это, знаете, так просто. На среднячок. Здесь просто кузнечка соточка. Есть какое-то зелье. И 15% кузнецу одни перчатки. Можно сделать целый сет. Смотрите. 25% вероятность крита. Это умножаем 50 на 1,5. И получаем 75 урона. Таким же образом я, например, улучшил бритву. Она носит всего лишь 41 урона. Да, есть, конечно, 1 и дробь 2% на то, что цель умьет. Но это шанс такой мизерный. Так что мы не будем рисковать. У нас 50 урона или 75. А это же все суммируется, ребят. Это же все суммируется. Или клинок горя 62. Он, конечно, немножечко больше зачаровался. Но все-таки тут же шанс, что 75 прокнет. Так что мы возьмем как раз-то его. Да. И что же у меня, друзья, прокачано? Немножечко восстановление. Зачарование. Да, мне нужно было кое-что зачаровать. Сейчас я вам покажу, что. Клинечное дело у меня вот так вот зачаровано для того, чтобы эбонитовую прокачать. Тяжелая броня я прокачал эту ветку на максимально. Здесь у нас ничего не весит наша броня. У нас же эбонитовая кольчуга. Таким образом, дальше у меня одноручное оружие. Тоже на соточку. Но у меня всего 50 достаточно для сильной атаки. Легкая броня. Как видите, я тоже полностью не качал. Вы должны прокачать. Это вторая кожа. Ничего не весит. Легкая броня. Обязательно. Скрыточку. Скрытность на максимум. Здесь самый ценный перк. Это клинок ассасина, который носит 15-кратный с перчатками 30-кратный урон. И это все суммируется карманной кражей. Ну и в принципе все. Как видите, я докачался до 64 уровня. И сейчас захожу в настройки. Игра легенда. Легенда. Я сохранюсь. Дракон, привет. Как твои дела? Как твои дела? Как говорится, практически в упор. Вы залазите на дракона. Просто залазите. Можете попрыгать. Просто попрыгайте на драконе. И он нас не видит. И... На! Практически! С одного удара, наверное, не прокнул все-таки. У меня прокался шанс. Это 25% и дракон умирал просто... С одного удара, ребят. Просто с одного, черт подери, удара. Ну, того и удивляю. Если играть орком, то можно и абонитового воина уничтожить с одного удара. У меня отдельное видео ранее вам говорил. Но, друзья. За такого вора, как говорится, можно играть. И интересно играть. Вы скажете мне, а как же лук? Как же лук, друзья? В этом гайде, если у вас рука потянется за луком, вы просто так... Просто не пользуйтесь луком. За лучника будет отдельный гайд. Лучник это совершенно другое. На самом деле, вор это тоже намного распространенный. Вор, по идее, не должен убивать. Но если вы будете убивать, это будет очень-очень долго. У меня вот такой вор. Воров, на самом деле, очень много гайдов. И это будет фирменный гайд от канала Мистер Кэт. Кстати, одежда. Наша броня. На данном это класс 417. Даже если кто-то в вас попали, друзья. Все равно, чтобы вас пробить, это будет нелегко. Ой, как нелегко. Ну, друзья. На этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И комментируйте, как бы вы прокачали вашего вора. Все, ребят. Счастья вам. Добра. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok